Так. Добрый вечер. Хорошего месяца. Месяца возвращения ко Всевышнему по любви. И то, что нам скажет пророк Еремьев, у которого мы с вами сегодня будем изучать, или те строки, которые мы будем изучать, что хорошо декларировать – возвращайтесь. А вот как возвращаться? И как можно ли вернуться, не отбросив все свои грехи, все свои старые представления? Получится ли это, примет ли так Всевышний такое возвращение? Говорят, что шува – это самая трудная заповедь. И поэтому говорится, что когда человек думает о шуве, не нужно ему говорить, что она за морем, и кто принесет ее мне, она на небесах, и кто меня поднимет к ней. Это говорится о шуве, о заповеди раскаяния. И как мы понимаем эти слова Тора, они напоминают историю, сказку о синей птице, когда ходят искать синюю птицу далеко-далеко. Она оказывается, что она в доме. Так что шува – она не за горами, она не за морями, она не на небе. Она – шува, она в тебе. И кто принесет ее, кто поднимет к ней – никто. Только ты. Только ты. И это особенность шувы, безусловно, настоящей шувы, искренней шувы. Потому что искренность человека, его мысли, его внутренний мир, никто не может проверить. Трепанацию черепа здесь сделают, упаси Бог, бесполезно совершенно. У человека должен быть самоконтроль. И тоже, как мы сегодня увидим с вами у пророка, я надеюсь, одна из ословенностей шувы, царь Шламо говорит так. Никогда не говори перед ангелом, что это ошибка. Извини, ошибся. Ненарочно вышло. Перед Всевышним очень трудно сказать такие слова, потому что для всякой ошибки есть всегда причина. Это неверные мысли, может быть, нехорошие мысли. Они приходят к действиям. Они приходят к действиям. Нас так научили, что и эта позиция Рамбама, хорошие дела, они определяют хорошие мысли, внутренний мир человека. Но это только один вектор. Есть и другой вектор. Мысли человека должны быть чистыми, они должны быть направлены ко Всевышнему. И тогда вероятность ошибки будет гораздо меньше. Так что перед ангелом нет возможности сказать ошибся. Можно сказать только извини, виноват. Виноват, провинился. Это несколько слов о чуве предварительных. И они относятся и к Еремьягу. Как вы видели его основная тема, как мы вместе с вами видели его основная тема. Это искренность, увы, искренность возвращения ко Всевышнему. И это проблема периода царя Ешиягу, который пытается вернуть народ ко Всевышнему в искреннем раскраине после долгого управления царями наше. После 60 лет, когда народ отошел от Торы, власти отошли от Торы, когда преследовались праведные люди и истреблялись, когда пророкам не позволяли пророчествовать, их преследовали. И после этого времени Ешиягу пытается вернуть народ к Торе. И пророк ему несколько раз говорит, как бы, да, царю ты знаешь, ничего не получается. На внешнем уровне все хорошо. Ты истребил жертвенники. Ты уничтожил все следы этого поклонства, которые остались еще. Все ты это уничтожил, но в сердце и в мыслях у людей нету раскаяния, и все вернется к тому же самому. Это как бы глобальная мысль. Я напомню, что я все свои слова посвящаю памяти и возвышению души своей жены Любовы от Михаэля, которая ушла из жизни полтора года назад. И мы с вами вернемся к пророку Еремиягу. Я должен сказать, что тема безумно трудная, просто очень трудная тема. Но мне кажется, что у нас нет выбора, мы обязаны быть с вами в каком-то смысле первопроходцами и, по крайней мере, соприкоснуться со словами пророка, понять его время, понять его дух, понять направленность его мысли, если даже не все слова его удастся раскрыть. Я постоянно думаю, как, так сказать, актуализировать слова Еремиягу, и поэтому, может быть, каким-то моментом, в который мы уже разобрались, я вернусь и постараюсь взглянуть на них с точки зрения, как бы такой, ну, приближенный к нам, может быть, с какой-то даже практической точки зрения. Так что тут не обессудьте, пожалуйста, я, как всегда, призываю и перебивать, и возражать, это все принимается. В крайнем случае, берите в руки карандаш и записывайте вопросы, чтобы задать их в конце. Итак, я с вашего разрешения открываю Еремиягу, главу Еремиягу. Да, вот, пытаюсь увидеть ее здесь у себя на экране, еще одна попытка, так, еще одна попытка, похоже, что у меня эта голова не открыта на экране, сейчас я попробую сделать, открыть ее. Так, вот, видите, вы меня не можете упрекнуть в том, что я не готовлюсь, все исчерчено, раскрашено, вот, отражает усиленную работу мысли. Вот, и, значит, оттолкнемся, не будем задерживаться долго, оттолкнемся от этого момента. И во два зла совершил народ мой, меня источник живой воды оставили, они высохли себе водоемы, водоемы пробитые, которые не держат воды. Мы с вами видели, что речь идет не столько о питье воды, усолении жажды, как и в очищении. Есть два вида миквы, которые очищают этот источник, и водоем, в котором собирается дождевая вода. Да, водоем должен быть цельным, нетреснутым, иначе он не очищает. И я все время думаю, анализирую, как бы для себя, хочу поделиться с вами, что это значит для наших дней. Один из моментов – это и то, о чем постоянно говорит Еремияву, и он скажет от имени Всевышнего, что я каждый день вставал и посылал вам пророков. С утра вставал как бы и посылал вам пророков, и что никакого результата вы их не слушали. И даже, как мы здесь увидим, упрек, и были периоды, когда и убивали пророков, и эта вина лежит на вас, потому что вина лежит до тех пор, пока нету настоящего раскаяния. Пока нету настоящего раскаяния, невозможно ожидать, что это не повторится, этот период не повторится. И действительно, если говорить об этой глобальной идее ухода от пророчества, отталкивания от пророчества, неприятия пророков, то он действительно повторяется. Мы с вами увидим, что после царя Еремияву, после его гибели, правит Юаким, который сжигает пророчества Еремияву разрушения Ерушалаема Грама, который преследует Еремияву. И дальше, после него правит праведный царь Циткиягу, но он не может справиться со своим окружением, и Еремияву держит в тенице, держит его в няме, так что он чуть не погибает. То есть осознание того, что пророк – это вода живая, и его надо держаться для того, чтобы, так сказать, очиститься, выбрать правильный путь, этого понимания не возникло. По-прежнему хотят жить своим разумом, своими пониманиями, вроде «во имя Всевышнего» и «да, во имя Всевышнего». И вот отстаивать и защищать Ерушалаем против Набихуднецара, когда пророк говорит, ничего не получится, надо бы гориться. Это и есть как бы оставить источник воды живой, пророчество, слово Бога, и жить своими мыслями, даже основанными на Торе или якобы основанными на Торе, потому что когда есть отрыв от пророчества или психологический отрыв от Всевышнего, то тут, конечно, Тора получается такой невскокорявый и похожий на сосуды, приготовленные для того, чтобы наполнить их водой, очищающие сосуды, они треснутые. Один из моментов, который относится к нашему времени, мне кажется, продолжение этой темы пренебрежения пророчеством – это отсутствие изучения пророков, отсутствие попытки понять их мысль глубоко и понять, что они говорят нашему времени, они ведь говорят для каждого времени. Посмотрите, сколько созданы литературы каббалистической. И нету практически развернутого комментария к пророкам, объяснений слов для пророков, так называемых решений им первых, в которых очень много посвящено внимания истории. Нету рассмотрения ситуации. Ситуации непонятны, пророчества непонятны, образы непонятны. Вот все будут читать, понимаете, книгу Таня и рассуждать о том, что у человека есть две души – одна животная, другая божественная, и постоянно идет между ними борьба. На мой взгляд, это как раз и есть те сосуды треснутые, которые воды не удерживают, которые не приведут к очищению. Непонятно, почему нужно было выбрать из гемары там, где всегда приводится несколько мнений, и нужно было выбрать это мнение, что у человека две души – животные и животные божественные. Совершенно непонятно. И совершенно непонятно, почему можно было оставить пророков. Где в пророках говорится о двух душах? Где в пророках говорится о двух душах? Вот пророк Ильяу, как мы помним, на горе Синай с вами говорит слова «Адоннай у Айлогим». В переводе на русский можно сказать «Бог, Он всесильный». Народ повторяет за ним семь раз. А что это значит? Кто это прокомментировал сегодня? Кто нам объяснил, что такое Бог? Он всесильный. Кто написал об этом? Нету. Есть каббалистические рассуждения о том, как устроены каббалистические миры. Хохмат, бейна, даат и так далее. Часто ничего не дающие и не объясняющие человеку. И нету этого соприкосновения с пророками, объяснения их слов, объяснения тех ситуаций, в которых они находились, а главное того мессора, того послания, которое они хотели передать нам. И этого нету, это отсутствует. Хорошо, что пророков читают в синагоге в качестве авторы. Хорошо, что они, так сказать, волнуют нас. Но соотношение с их мессором, с тем, что они хотели нам сказать, с тем, что они хотели сказать, нету. Это, мне кажется, продолжение этой проблемы, которая выделена здесь ремьягу таким красочным, можно сказать, очень яркой, емкой картиной. Оставили источник выживой водой как источник очищения и выкопали себе ямы треснутые, которые не очистят. Нету обращения на основе учения пророчества, нету обращения к еврейскому народу целиком, ко всем его частям, так сказать. Есть отдельные попытки, но когда уходят от текста, нету сквозного комментария, мне кажется, что все эти попытки безнадежны. И этот призыв вернуться к пророчеству как таковому пониманию образа пророка, пониманию того, что они хотят сказать, а не к, я бы сказал, грубо говоря, к измышлениям на основе Торы, к каббалистическим измышлениям, которые подавляющее большинство вообще не представляет, о чем идет речь. Или даже не догадывается о том, что надо понять, а просто перебирает термины. Это призыв Еремиягу, на мой взгляд, если быть откровенным, если говорить откровенным. Теперь мы видели с вами, я насадил тебя как благородную лозу, как самое верное семя. А ты превратилась в отечавшую лозу. Поэтому даже если ты будешь смывать это пятно шелком и возьмешь много мыла, все же останется вина твоя пятном передо мною, сказал Бог всесильный. Я сказал и отчасти, в общем-то, правильно, я думаю, что вообще, в принципе, правильно, да, что это похоже на такую, как это называют, гузма, преувеличение, да, что вот ты из верной лозы, ты превратилась в негодную лозу невозможно вернуть, невозможно ее уже будет исправить. Поэтому это некоторое преувеличение, с одной стороны. А с другой стороны, это указание на то, что есть глубинная внутренняя проблема непонимания Всевышнего, единства Всевышнего. Единство Всевышнего, кто раздумывает сегодня единство Всевышнего, чем единство Всевышнего в иудаизме отличается от понятия единства Бога в других религиях, да. Я думаю, что кто-то мало об этом сегодня размышляет, и о других принципиальной, 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 принципиальной вопросы, да, вот. Есть какой-то, да, и есть привычное, то, что вошло в привычку, неправильное поведение, неправильное отношение к жизни человека, это понятие места человека, его соотношение с Богом, это все есть, это вещи существенные, да, вот. А поэтому даже если ты будешь смывать пятно с челоком и возьмешь много мыла, все же останется меня твой пятном передо мной, сказал Бог Всесильный, давайте поймем логику пророка, связь между этими предложениями, да. Вот лоза я посадил, ты превратилась в чужую лозу, да, а теперь вдруг речь об одеждах, смывать пятно, да, испорченность принципиальная, да, как одичавшее растение, вот, а ты возьмешь и будешь смывать одежды. Ну, конечно, да, есть испорченность принципиальная, да, может быть, она не такая, как бы, губительная, как говорит Всевышний, уже все чужая лоза, да, может быть, это гузма привлечения, но испорченность есть принципиальная в качестве души, в представлениях, в понятиях, да. А ты видишь это, как пятно на одежде, как пятно на одежде, и это надо взять какие-то, да, внешние действия там, да, вот, сделать что-то, поправить, да, и проблема уйдет, не уйдет, да, не уйдет, да, не уйдет, потому что проблема не внешняя, не на внешнем уровне, она на глубинном уровне, да, и поэтому стирать одежды бесполезно, и эта связь между этими двумя предложениями, это логика, да, вот, как можно себе, как можно это себе представить? Есть принципиальная проблема, да, она видится как что-то внешнее, да, я могу привести пример для нашего времени. Вот сегодня, да, есть такая проблема, большая часть еврейского народа незнакома, незнакома с Танахами, незнакома с Торой, незнакома с пророками, да, и часто раздаются голоса, и когда приходится, приходит новый министр просвещения, он, скажем, религиозный, он пытается ввести дополнительные часы изучения Танаха в школах, познакомить детей с Танахом и так далее. Да, это хорошо, с одной стороны, а с другой стороны, проблема главная не в том, что незнакомы с Танахом, главная проблема в том, что мы его сами, те, кто хотим есть его другим, да, вот пророки, да, мы не понимаем Танаха, мы не понимаем Танаха, проблема глубинная в нас самих, а не проблема внешне, ее нельзя решить количественными, количественными, так сказать, методами, исправляя какие-то количественные моменты. Вот мы сейчас пойдем всех научим, постойте, научим, у нас есть проблема, внутренняя проблема, да, давайте поймем, о чем здесь речь, это, кстати, проблема религиозного мира, разных групп религиозных, которые представляют себе, что они все знают, они правы, и то, что осталось только научить других вернуть к шубе, то, что у них есть проблема в понимании Торы, в процессе изучения Торы, в подходе к пониманию Торы, в отсутствии поиска смысла об этом, не думаю, не думаю, чем ты пойдешь другим, чем ты пойдешь другим, нужно делать так, и нужно делать так, и нужно делать так, и нужно делать так, хорошо, да, за тобой, Может, кто-то пойдет, так сказать, впечатлиться от этого, и хорошо. Может быть, есть еврейские души, которые потянутся за заповедением, прекрасно, но подавляющее большинство народов не услышит тебя, пока ты не будешь искать смысл, и пока ты не вернешься к источнику воды живой, как мы с вами говорили, не будешь чувствовать себя постоянно стоящим перед Богом и проверять свою, так сказать, внутреннюю составляющую, свою душу проверять перед Богом, как говорил царь Давид. Я, шевитель, волшебный нигде, я всегда представлял Бога перед собою, представлял Бога перед собою, каково желание Бога, что Он хочет от меня, тогда через призму Торы можно что-то раскрыть, и можно прийти к чему-то, к чему-то, с чем ты можешь обратиться к другим, смысл, разъяснить им смысл существования народа, смысл исхода из Египта, наши задачи в мире и смысл заповедей, на что они направлены. В противном случае проблема, внутренняя проблема остается, и мы похожи на тех, кто перед лицом Всевышнего говорит, ну да, конечно, здесь что-то не так, мы сейчас это возьмем, постираем, отстираем, и все будет в порядке. В основном этот психологический момент связан с тем, что ты не видишь проблему в себе, ты не видишь своего непонимания, ты не видишь своих недостатков, ты считаешь других непонимающими, непонимающими, незнающими, невидящими. И все проблемы, они вне тебя, ну да, там что-то тебя заделают, вот и поэтому эти одежды надо отстирать. Я думаю, что это сильнейший образ, сильнейшее сопоставление, и его можно развивать дальше. Буду рад, буду рад вашей помощи. Дальше, подтверждение моих слов, скажем, моих слов, подтверждение правильности такого взгляда, что есть внутренние проблемы, эти внутренние проблемы чаще мои, которые я не замечаю, да, и есть внешние проблемы, которые я вижу как бы на других, на них одеждах я вижу пятна, да. Вот эта следующая фраза, она нас как раз выводит очень сильно на этот момент. Как можешь ты сказать, я не осквернилась, не ходила я за баллами, посмотри на путь свой в долине Бейт-Пиор, и познай, что наделала ты резво, вернуйся, извращающие пути свои, да. А что это значит? Да, как же, как можешь сказать ты, я не осквернилась, не ходила я за баллом, да. Но ведь был же период, был же период этого поклонства, когда служение баллом было разрешено, не запрещалось, да. Ну, не будем говорить о Северном царстве сейчас, Северном царстве, оно даже насаждалось силой, и то, как бы это не имело успеха. Вот что же это значит? Как же ты можешь сказать, я не осквернилась, не ходила я за баллами. Было и до поклонства. Было в период Минаше и до поклонства страшное, в период Ахаза и еще до Минаше было страшное и до поклонства, принесение детей в жертву Молоху, все это было. Ну, как же ты скажешь, я свернуть хотел забавно. Здесь дело в том, да, и здесь как раз комментаторы мне помогли, да, в частности Рафштайнцев, да. Здесь дело в том, что, как бы, да, общество, весь народ говорит, да, я не осквернилась, я в порядке. Те, кто ходили за баллами, это меньшинство, да, те, кто приносили в жертву детей Молоху или проводили их через огонь в честь Молоха, это же единицы просто, да. И вот я в порядке, говорит весь народ, да. Знаю, я вот выставила даже в тяжелые времена, в такие времена, как Минаше, да, вот сохранила себя, готова прийти в храм, да, готова прийти на Песах. Я, как народ, целиком, я в порядке. Не, говорит пророк, так не проходит, так дело не пойдет, так дело не пойдет. Если ты народ, а ты народ в глазах Всевышнего, да, то народ отличается тем, что есть, что один за всех и все за одного. Ну, не в том смысле, что сейчас все обнажат шпаги, может, и это тоже, да, и будут заступаться за того, кто попал в беду, возможно, но главное не в этом, да. Главное в том, что есть ответственность одного за всех и всех за одного. Народ не может сказать, я в порядке, по крайней мере, более-менее, да. Есть и есть люди, которые совершают страшные преступления и ничего не предпринимается для того, чтобы остановить эти преступления. Да, и это также, это постоянная тема пророков – ответственность, ответственность праведников, праведных людей за весь народ. И мы помним, это у Хискееля с вами, да, что он праведник, да, конечно, человек праведный, да, он не присоединяется ко всем тем плохим делам, которые, ужасным делам, которые творятся в Ярушалахе. Он сидит и вздыхает, ему тяжело на сердце, он все видит, такой человек не удостоится спасения. Он не попытался исправить ситуацию. Он отвечает, он отвечает за всех, да. И, скажем, я напомню, что это определяет народ, что союз между всеми и всеми, между одним и всеми и всеми одним был заключен сразу же при входе в землю Израиля, на горе Герезима, на горе Ивань, где народ поклялся, там есть много тонкостей и деталей, я сейчас не буду вдаваться в это, но, в принципе, народ поклялся, что грехи одного человека, если они совершались открыто на глазах у всех, и его не остановили, эти грехи переносятся на весь народ так, как будто весь народ совершил грех. И мы помним, как об этом говорится в последних главах, в нескольких главах мы говорим, об этом раз касается заключение этого союза на горе Герезима и Баль рассказывается в книге Яшуа. И мы помним, как проявился этот союз, один человек, Ахан, совершил преступление тайно, на следующий день под городом Май, покинули люди другие, и Яшуа приходит к ковчегу завета и спрашивает, почему, что случилось? Всевышний ему отвечает, хата Израиль, согрешил Израиль. Гемаров, трактат Санитрин, рассказывает, что Яшуа спросил в ответ, ми хата, кто конкретно согрешил? Всевышний сказал ему, согрешил Израиль, все согрешили. Тут Яшуа понял, что грех одного человека превращается в ответственность всего народа также и здесь. Ты же не можешь сказать, что Я не занимался долбоклонством, как весь народ. Я весь народ, Я не занимался долбоклонством. Посмотри, мы сохранили традицию, мы сохранили Тору, мы сохранили стужение Всевышнего храма. При чем здесь это? Отщепенцы, единицы. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Посмотри, что ты сделала в долине Бейт-Пиора. В основном колено Шимона потянулось за митянскими, мавитянскими женщинами, чтобы получить их, заполучить их. Поклонялось их идолу, Бейт-Пиору. Ну, остальные колена были более-менее в порядке. И ты сейчас можешь сказать, ну, это только одно колено. Но там же есть причина. Это колено Шимона, оно было рядом с мавитскими женщинами. Ну, потянулись за них. Ну, что ж теперь делать? Мы-то не согрешили? Нет. Нет, ты не можешь сказать, я не ходила за балами, когда отдельные люди, какое-то их число, ходили за балами. И даже если они уходили за город поклоняться идолам и не могли поклоняться в городе, все равно об этом было известно. И ответственность ложится на всех. И вот это два момента, которые мы с вами посмотрели. Грех, который является глубинным, относится к качествам, к качествам души, представлением неверному Всевышнему о человеке. И воспринимается, а воспринимается он как пятно на одежде. И связанный с этим момент, желание оправдаться, я же в порядке, у меня ничего существенного нет. Ну, есть какие-то люди, так мы сейчас это замоем, затрем все. Нет, это даже отдельные люди, это свидетельство глубинной проблемы. Здесь Всевышний сравнивает народ, который тянулся с поклонством за дикой ослицей, которая убегает в пустыню, которая живет в пустыне. И в определенный период она не может свержать свои страсти и похоти. Сравнивает ее с таким животным, которое убегает в пустыню для того, чтобы, так сказать, развратничать. Всевышний сравнивает народ с таким животным. И обращается к народу, обращается к народу. Не дай ногам твоим вступать в осыне и гордане твоей пересохнуть от жажды. Хватит этого идулоконства, хватит этих преступлений. Это закончится изгнанием. И все в ваших руках, все в ваших силах. Оставьте это. Сделайте так, чтобы не было изгнания, чтобы твои ноги не пошли босыми, когда ты как пленник пойдешь в чужую страну и будешь мучив жажды, потому что враги не дадут тебе напиться. Митраж рассказывает о том, что Невухутный царь гнал пленных сыновей Израиля до прата без остановки и не давал им воды. Окружающие народы дали мехи, наполненные воздухом, то есть тоже не дали воды. То есть как бы вот это такой один из моментов сильные знания. Идешь посеком, без воды никто не подаст глоток воды. Остановитесь, говорит Всевышний. Остановитесь, вы куда-то, так сказать, ломитесь, бежите в пустыню от, так сказать, цивилизованной жизни из города Ярушалаема, города мудрецов и храма. Вы бежите в пустыню, потому что вас лечут низменные инстинкты. И здесь низменные инстинкты, может быть, не только, скажем, как можно представить себе разврат и пьянство. Это, в принципе, чужой образ жизни. Когда все гораздо легче, нету забот, нету постоянной обязанности и думать о Всевышнем. Есть внешняя красота, у богатых людей есть праздный образ жизни. Пиры, постоянные пустые разговоры – это гораздо легче и привлекательнее, чем напряженная жизнь со Всевышним, постоянное соотношение всех своих дел с ним. Но вернитесь, потому что дело кончится изгнанием. И что Всевышний слышит ответ? Как бы бесполезно. Но аж. Как бы все отчаялось, если так можно сказать. Все в стадии отчаяния. Может быть, так можно на русский перевести. Но аж. Бесполезно, да, отчаянно все, да, пропало все, да. То есть, да, кто может сказать, вот это вот пропало. Но аж, да, ну аж. Ну, все пропало, да, бесполезно все, все пропало. Тот, кто понимает, что надо было бы вернуться ко Всевышнему, надо было бы вернуться к праведному образу жизни, надо было бы вернуться к учению пророков, да, надо было бы учить своих детей Торе возвращать правильные представления о Боге, о народе, об обязанности человека. Все это нужно было бы делать, да. Но как это все сделать, это все нам не под силу, да. Мы лучше посидим, в лучшем случае за чашечкой кофе поболтаем, чем постоянно думать о Боге. Мы так привыкли. Да, мы привыкли к такой жизни, да. Когда этого нету напряженного духовного поиска, нету изучения Тора, Еремьяву скажет об этом. Нету изучения Торы, нету попытки проникнуть, так сказать, в мысль Всевышнего, понять слово Всевышнего, да. Гораздо легче там, скажем, да, соотноситься с чужими культурами, вести образ жизни, похожий на других, даже если он не такой развратный и преступный, да. Легче, да. Легче, да. Жить легко, да. Что, Лиза, хмурите, живите-ка, смеясь, да. Что-то в таком роде, да. Вот. Нет, бесполезно все, ибо люблю я чужих, и пойду за ними, да. Это ужасно что-то, да, проблема понятна, проблема ясна. Понятно, чем это кончится, изгнанием, да. Но нету сил, нету сил отказаться от того, что приятно в данный момент, от того, что хорошо в данный момент, от того, что легко, да, вот, и отложить эту Тору, эти размышления и обучение Торе, размышления о Всевышнем, да. Ну, придем в Фессах, принесем, принесем жертву в лучшем случае, да. Ну, аж отчаянно как бы, да, все в отчаянии, все в стадии отчаяния, ничего не получится, да. Как опозорен, бывает, вор, когда его поймают, так осранились и сыны Дома Израиля. Сами они, их цари, их саномники, их священники и их пророки. О чем он Еременяву, что это за такой переход, да, вот, в пустыне, призыв, вернитесь, и ответ, да, Ну, как-то нам влюбился вот такой образ жизни, образ жизни чужих, да, чужая литература, чужие рассуждения, греческая философия без всякой, без всякой, как бы, критики, да, песни, музыки, танцы без большого, не то, что я против музыки, не то, что я против песен, как бы, да, но нету, нету поиска смысла, нету глубины ни в чем, да, вот, полюбилась нам это. Теперь что, да, вот, теперь, что за переход? Как опозорен, бывает, вор, когда его поймают, так осранились и сыны Дома Израиля, да, да, что за вор, что его поймают, чем осранились, да, цари, прежде всего, они, да, ну, прежде всего, выделяются цари отдельно, сановники, князья, важные люди, да, кагены и пророки, да, мы понимаем, если мы задумаемся, если мы попробуем восстановить эту связь, опять же, как я говорю, что, к сожалению, веками не занимались тем, чтобы восстановить эти логические переходы, да, то мы понимаем, да, что кагены, люди, цари, люди, которые думают об общем благе, утверждают порядок, да, князья, которые, которые утверждают порядок, утверждают справедливость в стране, да, вот, пророки, да, это люди, которые более-менее в порядке, да, вот, есть они в порядке, допустим, они в порядке, да, да, вот, они пойманы как вор. Почему? Осрамились, да, так осрамились, да, так осрамился Дом Израиля, да, да, суды здесь, ковка, Дом Израиля, да, почему? Чем осрамились? Тем, что народ находится в таком состоянии. Это ваш позор, да, это, это вы, если вам на это указать, что это ваша ответственность и ваша ответственность, и в значительной доле, конечно, нельзя снять ответственность каждого человека, но в значительной доле это ваша вина, для вас вам дана была власть, вам даны были возможности, вам, в конце концов, была дана поддержка Всевышнего, как пророкам, да, пророки давались вам, да, и вы не смогли поднять народ на достаточно духовный уровень, да, это как вор, да, так как человек говорит, я в порядке, все нормально, замечательно, тут как бы Всевышний берет его рассорок и говорит, постой, ты в порядке, а вокруг-то что? Вокруг что делается, да, и вот, и, безусловно, здесь как бы аналогия напрашивается, и с нашим временем, да, что многие считают, что если они в субботу ходят в Штраймел, в черном кафтане, если они изучают Тору, да, изучают Гемару, да, и Раши, и Тасапот, знают весь спелтун, как бы рассуждение, то все в порядке. Что же в порядке? Когда, скажем, 170 лет назад, примерно, 180 лет назад, да, грубо говоря, так, как бы, для образа, да, большая часть народа отварила мгновенно, мгновенно, как только появился выход во внешний мир, да, народ ушел от соблюдения, ушел от соблюдения, большая часть народа ушла от соблюдения, и что же, раввины, выдающиеся мыслители еврейские, религиозные, они могут сказать, что все в порядке. Что-то произошло, что-то произошло, и произошло в значительной части по их вине, потому что они не увидели новое время, они не увидели новый, так сказать, разговор, который идет в мире, они не сумели с этим соотнестись, они хотели жить по старым правилам, по старым правилам, и не дать ответа на большинство вопросов, как мы знаем, в Воложенской те и Шиви читали Маркса, и оттуда вышли и глубоко религиозные люди, и сионисты, и оттуда вышли и социалисты, и коммунисты, да, вот, чья это вина, чья это вина? Прежде всего, прежде всего, руководители, которые говорят, мы в порядке, так сказать, пророков, людей, духа, писателей, мыслителей, мы в порядке. Как же мы в порядке, когда большая часть народа не в порядке? Надо искать, что произошло, да, и до сегодняшнего момента этого поиска не ведется, не ведется путей создания настоящей еврейской культуры, глубокой, да, основанной натуре, да, и культуры, объединяющей в себе и научные сведения, и искусство, и мыслители, и философии, да, все это, как бы, да, в свете, в свете Тури, да, этого нету, да, этого нету. Ну, руководители говорят, мы в порядке. Мы в порядке. А то, что подавляющее большинство народа не в порядке, это, да, так мы же в Штраймоне, так мы же в Спондике, да, так мы же у нас сто тысяч соберется в Мирон для того, чтобы зажечь костер какой-то совершенно, да, без всякого смысла, без понимания, что за костер, кому костер, туда костер, да, вместо того, чтобы соприкоснуться с учением рабише Бонгар-Жукаев, Влад Баомер, да, так мы же в порядке, мы в порядке, мы костер Мироне зажгли, да, мы в порядке. И, да, и этого пересмотра, пересмотра, понимаете, да, того пути, по которому мы идем, того пути, по которому руководители должны вести весь народ, этого пересмотра не происходит до сих пор, до сих пор не происходит в нашей среде, да. Говорят они дерево. Кто? Руководители. Ты, отец мой, и камню ты меня бородил, да. Они не говорят это, руководители. Это их, так сказать, это их паства говорит. Это их паства говорит. Дерево, отец мой, и камню ты меня бородил. В каком смысле здесь можно много, много, много разбирать и подумать, но прежде всего нету верных представлений о Всевышнем во всем народе, да, и вина на вас. И поэтому это как бы вы говорите, да, ибо февермулись ко мне затылком, а не лицом, да, есть неверные представления о Всевышнем, нету разговора с ним лицом, но есть, так сказать, поворот затылком. Но во время бедствия своего говорят, встань и спаси нас, тут будет общественная молитва, все соберутся, все будут молиться Всевышнему, и это прекрасно, и это хорошо. И несколько раз, и в шестидневной войне, и в Милхемедо-Мефрац война в Персидском заливе, было ощущение чуда, которое объединило весь народ, но потом оно исчезает, все возвращается на круги своя, на круги своя. А Всевышний как бы грозит, он часто это не делает, но он говорит так, те же боги твои, которых ты сделал себе, пусть они встанут, смогут ли спасти тебя во время бедствия твоего, ведь по числу городов твоих были боги твои, к чему вам спорить со мной. Но вы сейчас начнете доказывать и говорить, что мы все учим, и что мы все изучаем. Зачем спорить? Посмотрите на результат. Все вы отступили от меня. Все вы, ни один человек, ни два, ни руководители, речь идет обо всех. Все вы отступили от меня, говорит бог, напрасно я бью сыновей ваших, они не приняли наставления, меч ваш, как лев, истребляющий пожелал пророков ваших. Сегодня, как бы во время Ишаяу, меч не пожирает пророков, но вы не поняли, не поняли глубины этого ужаса, этого преступления, когда пророк Схарья был, пророк Схарья, священник, был убит в храме, не говоря о преследовании пророков во времена Минаше, просто истребление пророков как класса. Вы же не поняли этого? Поскольку не поняли, это все может вернуться, и мы с вами говорили, что, к сожалению, во время Югакима эта ситуация вернулась и еще как пророк Урия, который пророчествовал во время Югакима, был вынужден бежать в Египет, но и там его нашли и убили. Так что все это раскаяние не было, ситуация сохраняется. Оба коления, увидьте слово Бога. Здесь Еремьягу перескакивает, есть такой скачок, но в нем тоже есть логика. Медраж говорит о том, что значит увидеть слово Бога. Еремьягу взял цинцени таман, взял, ну скажем, банку, стеклянную, может быть, прозрачную банку с тем маном, который выпадал в пустыне, и эта банка хранилась в святая святых. По повелению Всевышнего Еремьягу, как Каген зашел в святая святых, взял эту банку, вынес ее к воротам города и при большом стечении народа показал людям и сказал, увидите слово Бога, смотрите, это, так сказать, материализованное слово Бога, ман, это то распустившееся вниз, был ли я пустынью для Израиля или страною мрака, отчего же, сказал народ мой, мы отдалились от тебя и не придем больше к тебе. Вот, что же здесь произошло? Проблема поколения Ешиягу и, может, естественно, проблема поколения Миноше и уже Ахаза до него, это в том, что нет изучения Торы, нет погружения в Торы. Царь Шламоп видел проблему, он видел, что богатство и благополучие народа, оно должно, или, так сказать, духовный уровень народа должен быть не менее богатым, чем его материальное состояние. Духовный уровень должен соответствовать материальному состоянию, иначе все развалится. иначе такая пропорциональная зависимость, она понятна. Если можно сказать, чем больше у человека есть богатство, средства, тем он должен быть более духовным, иначе это богатство его задавит подо мной, под собою. И Шламоп думал об этом, и он вел повсеместное изучение Торы, и в любом месте человек даже, который идет с работы, с поля, мог зайти в Бейтметраж и уделить какое-то время изучению Торы. Изучение Торы это основа, без нее невозможно сформировать верные представления, верные представления опять же о Боге, о человеке, о значении народа, о его задачах, это все невозможно сформировать без Торы, и когда Тор уходит из народа, рождаются или в значительной степени уходит из народа, нет постоянного изучения на всех уровнях, для всех возрастов, рождаются самые нелепые мнения о Всевышнем мире. Мы с вами видели, что Хискиягу после 16 лет правления Ахата был вынужден разробить золотого змея, медного змея, который хранился в святая святых, потому что стали о нем говорить, что это божество зла, оно неотделимо от божества добра, и поэтому оно находится в святая святых. Конечно, добро оно главенствующее, но есть и зло, и как молится добру, также нужно приносить жертвы и злому началу. Он разробил змея, потому что нечего было делать с этим, невозможно было объяснить людям на очень важный момент, не такой простой. Все в Торе непросто, все посылки непростые, все они противоречат утвердившимся мнениям среди народов. Трудно было объяснить, что и хорошее, и плохое исходит из одного источника, нету источника злака от такового, есть только источник добра, по тем илиным причинам добро, входя в мир, иногда искажается. Это длинная тема, долгая тема, не можно говорить, но я о том, что без изучения Торы невозможно невозможно чува, невозможно раскаяния, потому что вернуться, вот как нам скажет Иеремьягу, мы увидим, вернуться нужно к Богу, а не к кому-то другому. А кто такой Бог? Что он на тебя хочет? Где эта дорога возвращения? можно узнать только через Тору. Вот я перескочу, на этом закончим, сейчас перескочу в четвертую главу, в ее начало на секунду, да, вот одну секунду, и здесь Иеремьяу говорит такими словами, или Всевышний через Иеремьяу говорит, если ты возвращаешься Израиль, сказал Бог, возвращайся ко мне, и ко мне, потому что можно вернуться неизвестно кому, приблизительно к Богу, не к тому Богу, и так далее, но это тема наших следующих с вами продолжения нашего изыскания. Еще раз хочу напомнить, что если что-то не получилось объяснить, что-то было не совсем ясно и четко, мы с вами первопроходцы, вот, и приходится пробираться через чащи, через джунгли, и я надеюсь, что это имеет значение и для нас, и для нас в окружении, то, что мы пытаемся сделать, и в конечном итоге для всего еврейского народа. Здесь я останавливаюсь для того, чтобы оставить немножко времени на вопросы, я нажимаю Stop Share, нажимаю Stop Share, вот я вижу ваши квадратики, пожалуйста, если кто-то хочет задать вопрос, я постараюсь ответить, возражения, возмущения тоже принимаются, единственное, что не принимается, это равнодушие. Мне кажется, здесь равнодушным невозможно остаться к этому материалу. Хорошо, пожалуйста. Равзиев, больше вы переходили на актуали, и у меня постоянно этот вопрос возникает о коллективной ответственности нашей. Как на данный момент можно говорить о коллективной ответственности, когда идет период мессера, когда как можно обратиться с тем, с кем я не готов и не способен, как относиться сейчас к этой коллективной ответственности, которую вы говорили, я бы говорили об этом. Очень хорошо, очень замечательный вопрос. В ответ где здесь было слово брататься, где здесь было слово лобызаться с теми, кто приносит жертвы валю. Это призыв пророка. Нет, это не это призыв пророка, а призыв пророка это понять наше непонимание, понять нашу неспособность обратиться к этим людям, попытаться обратиться к ним, выработать язык, на котором можно с ними разговаривать, пытаться обратиться к ним. Это как бы по большому, так сказать, счету, объединяйся. вот видите, это тоже как бы я бы сказал, ни в коем случае не обвиняя вас и у меня, это тоже есть. Первое, что представляется, это как говорили, лишь бы не было войны, лишь бы не было войны. Это первое, это решение как бы всех вопросов. Давайте будем едины, и объединяться можно только на основе какого-то начала. На основе мы будем объединяться. Может быть, у нас есть общая точка, может быть, давайте найдем ее, давайте ее будем развивать, но объединяться просто или объединяться на основе посидеть, поговорить в пабе, просто поболтать об общих, так сказать, философских проблемах на этой основе нельзя объединиться. Нет сейчас объединения. Сейчас разъединение идет, я об этом говорю. Разъединение? Идет разъединение. Значит, что я могу предложить? Значит, что я могу предложить? Во-первых, трудно отвечать, конечно, за всех и говорить за всех и быть рупором всех, но скажем, я бы предложил все-таки все-таки это, если так можно сказать, создание настоящей глубокой культуры, основанной на торе, на еврейской традиции, на историю. И здесь есть очень много работы. То, что я пытался сделать со своей стороны, личный опыт, я пытался взять но я пытался взять художественные произведения прошлых веков, в том числе и Рембрандта, и через них показать, как человек не еврей, как он чувствует, рассказ какой-то из пророков, образ, как он создает ситуацию, как он знаком с этой ситуацией, скажем, Рембрандт, скажем, жив в еврейском окружении. Вот я как бы то, что я пытался сделать. И через это можно дать очень много интересной информации, образа. много интересной информации можно дать образу, но для этого нужно самому углубиться, понять рассказ пророка, понять, как его увидел художник. Есть образы очень глубокие. Это то, что, скажем, какой-то такой ход, который я вижу. То же самое можно делать и с литературой, и с художественными произведениями. То, что может быть понятно, то, что может найти отклик у человека более-менее культурного, отошедшего от Торы. Это, скажем, один из один из путин. Если бы проблема не в отсутствии единства, проблема в отсутствии диалога. Если бы можно было вести диалог, я бы отдался этому полностью. Только настоящий диалог, когда люди слушают друг друга. К сожалению, на данный момент это очень трудно представить, но в любом случае, в любом случае, я думаю, что и к этому нужно было бы быть готовым. Вести диалог с разными группами в Израиле, потому что может быть такая возможность откроется. Откроется не может быть, чтобы постоянно существовали такие границы между группами, они нельзя было разрушить. Это как бы к сожалению возможности ограничены и мыслительные возможности тоже ограничены. Пытаюсь понять то, что можно понять и то, что можно увидеть через пророков. Это то, что я могу сказать. Спасибо, Равзиевна. Спасибо. Хорошо. Ладно. Я прошу прощения, если вас нагрузил. Может быть, все было очень хорошо и замечательно как бы, да, и светло и весело, но чува же это непростое, непростое дело, правда? И раб Шимон Бар-Юхай сказал, три дара, три великолепных дара дал Всевышний еврейскому народу. Тору, будущий мир и землю Израиля, и эти дары не обретаются иначе, как через страдания. Все духовное, все хорошее можно обрести только с большими усилиями. Не хочу сказать, сострадания именно с большими усилиями. Иногда действительно болезненный процесс, отказ от старых представлений и обретение новых, это процесс болезненный. И деваться тут нет, некуда. Так что желаю вам хорошего, успешного шума. Спасибо, Равзиа. Ход и что, всего самого доброго. Спасибо большое. Ход и что, всем спасибо, пока. Пока. Спасибо вам. Спасибо.